Ну, конкурсы вы знаете, это открытый доступ, на него могут заявляться все, кто имеет на это права, полномочия, все, кто согласно постановлению 10.81, но на сегодняшний день с теми изменениями, которые существуют, могут заявляться все. Но скажу вам, что наш городской голова и я понимаю, что и, наверное, и Михайлович, и все перевозчики хотели бы, и мы все понимаем, что наши перевозчики должны быть с нашего города. То есть это предприятие, которое платит налоги наш город. Это люди, которые должны быть устроены у нас и платить здесь свои налоги, заработные платы. Поэтому в приоритете, естественно, будет только наш. Но если заявятся, мы будем принимать те требования и те, скажем так, пожелания, будем их учитывать. Если не будет хватать нашей силы, то, конечно, мы можем добавить в это. Я сразу хочу сказать, что конкурс действительно согласно постановлению 10.81, но является открытым. Любой перевозчик с любого города и даже с любой стороны правит заявиться на городской маршрут в городе Николаеве. И если по подсчетам баллов он получит первое место, он станет перевозчиком в городе Николаеве. Но там есть еще целый ряд жестких требований. Этот перевозчик должен иметь базу Николаеве непосредственно. Кроме этого, он должен здесь иметь штатных работников, как механиков, так и медицинских работников, инженера ПВД и так далее и тому подобное. Что далеко не все перевозчики на городе в состоянии выполнены. А самое главное, это тариф. Я отрезаюсь с нудными сомнениями, что в городе Николаеве с существующими тарифами кто-то из перевозчиков зайдет. Могут зайти из двух точек. Из ЛНР и ДНР. Вот эти могут зайти для того, чтобы отмывать здесь деньги, здесь зарабатывать, а там покупать на них оружие. Не переживайте, мы не допустим. Местные фирмы, есть кто-то желающий на такой тариф и на такую стоимость? С другим перевозчиком? Нет, я таких не знаю. Хорошо, Олег Леонидович, есть вероятность того, что будет пересмотрен тариф именно на этот маршрут и увеличен тариф, если не будут найдены желающие по 6 гривен в базе Крега? Сейчас изучаются, скажем так, все возможные варианты. Есть предложение, естественно, мы обратились и к областным перевозчикам, которые уточнили у них, на каком тарифе они ездят. Вы знаете, там есть некоторые, которые захватывают часть этого района. На сегодняшний день по тарифу и по цене не обсуждать. Мы приняли, вы знаете, исполкованные те цены, которые есть, мы пока от них не отходим. Мы еще не знаем, хватит ли это. Мы думали, что все перевозчики, когда получил этот тариф, мы договорились со всеми перевозчиками вчера, что где-то к 25-му, 07-му, мы будем уже знать картину. То есть, видеть ее хотя бы, понимаете? Да, знать, что она дала. То есть, у нас все спрашивают, что же дала эта 1 гривна. И у вас, наверное, этот вопрос, у нас шли, горожан, и у членов исполкома, кто голосовал, у нас все спрашивают. Ну что, естественно, сейчас мы не видим. Но мы договорились, что к 25-му, 07-му мы увидим, посмотрим, опять соберемся, проанализируем. На сегодняшний день появились, да, и у вас там в записях, и к нам начали приходить и жаловаться, что у водителя не увеличилась зарплата, что касса больше у водителя. Ничего этого нет, мы вас уверяем. Все идет согласно договоренности, которая у нас осуществлена. До 25-го, 07-го, если это будет улучшиться, естественно, раз больше касса, то все водители будут получать большую зарплату. Предприятие сделает те улучшения, которые мы вчера договорились. Оно обещало это сделать, мы договорились, что это будет. Единственное, давайте подождем и увидим, что это даст, мы с вами посмотрим. Спасибо.